Объятые пламенем обломки пассажирского лайнера в труднодоступных джунглях, откуда-то убедило, доносятся характерные хлопки. И нужно быть реалистом, когда в эфире центрального китайского телевидения ведущий произносит фразу про то, что данных о жертвах и пострадавших нет. Что точно известно, среди 132 человек, находившихся на борту, россиян не было. Это данные российского генконсульства в Гуанчжоу. Именно в этот крупнейший промышленный центр Китая на самом его юге и направлялся Boeing 737 авиакомпании China Eastern, вылетев из Куньмина, столицы провинции Юнань, но рухнул практически на последнем участке пути. В горах Гуанци спустя ровно час после вылета самолет резко потерял скорость и пропал с экранов радаров. Добраться к месту крушения аварийно-спасательным бригадам не просто. Сложная гористая местность и характерные для Юго-Восточной Азии тропические леса. Но местные жители, что первыми оказались на месте, уже выкладывают в сеть видео с фрагментами самолета и его обшивки. В том числе и это поможет установить причину катастрофы. Озвучивать даже версии в Китае не принято, пока не будет стопроцентной уверенности.